Дорогие друзья, приветствуем вас на портале Экзегет. Отвечаем на ваши вопросы. Вопрос, как воспитать у молодежи уважение к старшим. Вы знаете, это же невозможно сделать искусственно. И очевидно, что если просто мы будем говорить, что нужно уважать старших, это не будет работать. Исходя из своего личного опыта, могу заметить, что подросткам, старшеклассникам, студентам вообще в принципе не нравится, когда им что-то прям начинают указывать. Особенно, когда начинают указывать те, кто сам этого не делает. Я думаю, что авторитет от старшего поколения должен быть завоеван. И хочу заметить, что нет вот такого явления, что молодые не уважают старших. Молодые кого-то из старших уважают, а кого-то из старших не уважают. Мир стал сегодня открытый за счет информации. И поэтому молодые ребята видят, как себя ведут люди старшего поколения. И те, которые ведут себя неприлично, совершенно невоздержанно, сами там пьянствуют, ругаются матом, осуждают, сплетничают, не прощают, лицемерят, врут, Богу по-настоящему не служат. А потом что-то еще кому-то говорят, ну какой-то авторитет. Радуйтесь то, что они хоть как-то вас там не проклинают. А вот те люди, я могу на личном опыте свидетельствовать, которые за свои слова готовы отвечать, которые сами относятся в том числе к молодежи с уважением, они имеют авторитет в глазах молодых ребят. Так что думаю, что это, конечно, проблемы древние отцов и детей, и так это понятно. Но не стоит хаять и все валить на молодежь. Просто мир у нас сейчас особый, и мы никогда не жили в таком мире ранее. То, что сейчас все наружу, все на показ, все все друг про друга знают, потому что люди совершенно себя не сдерживают и ничего не скрывают. Подумайте, как вы сами выглядите со стороны. Посмотрите на себя глазами как раз молодого человека. Вы что же были когда-то молодым? Вот как бы вы отреагировали, если бы увидели старшее поколение так, как оно выглядит сейчас? Могли ли бы вы прям уважать или не могли? Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.